МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Афганистан я попал чисто случайно. Каким образом? Приехал один товарищ, говорит, что я 13-го числа убываю в Афганистан. А он собирался в феврале еще ехать в Афганистан, представляете? А это было 5 августа. Он съездил, получил уже загранпаспорт, чтобы ехать. И говорит, от нашей дивизии еще надо 3 человека. Я говорю, а какие должности? Говорит, замполита Медсанбатов. Я говорю, ну я с замполитом поехал Медсанбатов. Ну и все, поговорили. Он ушел докладывать, что прибыл, что уезжает тогда. Раздается звонок. Зам. начальника политоотдела звонит. Ну, ты что, согласен? Я говорю, вы что, предлагаете? Он предлагаю. Я говорю, ну вы считайте, что я согласен. На следующий день еду, фотографируюсь и сдаю документы на паспорт. 13 числа вместе с ним убываю. С 5 числа и по 21 мы уже приземлились в Кабуле. Представляете? Вот таким образом я попал в Афганистан. Когда был в Ташкенте, мне сказали, что еду я замполитом инфекционного госпиталя. Афган, 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 Афганистан. Кружит черный тюльпан на берегам реки. Воспитание личного состава, чтобы, как говорят, не было нарушений дисциплины, чтобы наши офицеры и медсестры нормально лечили людей. Чтобы, вы представьте себе, госпиталь рассчитан на 200, коек, а лечатся до 800 человек одновременно. Это же раз. Были такие случаи, что мы даже одну женщину нашего, не буду называть ее должность, мы ее откомандировали. Она отказывалась лечить инфекционных больных. Госпиталь был рассчитан на 200 коек, а там лечилось до 800 человек. И терапевтические больные, и хирургические. А хирургические больные, вот это самое, в основном раненые. Лечили наши доктора, не только наших солдат, но если и привозили афганцев, и даже афганцев. Даже лечили одного главаря банды, банды, которую, значит, этого передо мной, правда, было, рассказывали наши, ну, офицеры, говорят, привезли афганца его, это самое, в госпиталь. Врачи сделали операцию, они присутствовали, все. Вот, положили в палату, там сколько он полежал, приходят доктора утром, это само, а его уже нет, они его увезли, так что, вот. Причем были таких, привозили раненых, этих самых афганцев, что даже наши порой солдаты не выдерживают таких этих самых, но у них сама по себе специфика вот этого выживания, они более, так сказать, приспособленные к вот этим вот тяготам всем. Вот, и помню, одного привезли, сделали операцию ему, и он чуть ли не ползает, но все равно это самое, и нормально. Вот, а так, вот, я говорю, после того, как солдаты, вот, допустим, поступили они с желтухой, там, или кто, их отправляли в кундуз и на самолеты по нашим госпиталям, по этим самым, чтобы, где будут они проходить реабилитацию. Вот, а раненые долечивают, ну, опять же, на долечивание то же самое. Я ходил по отделениям, интересовался, что делают, вот, иду в инфекционное отделение, а там тифозные лежат, а мне медсестры говорят, Николай Николаевич, куда ты, зачем тебе это надо, твой предшествий сюда вообще, даже на территорию вот этой зоны не заходил. Я говорю, я должен знать, как вы тут работаете, все, и вот. Ну, и приятно, как говорят, вот, общаться с людьми, они знали, что я себя представляю. Представьте себе, колонна только вышла из пулихумрей от нас, да, вот, в сторону Кабула, везет, там, горючий или что они везли, я даже не знаю, отстает машина, через какое-то время привозят солдата. В грудь, в позвонок, на себе не показываю, в грудь выстрел, ниже, все в позвоночник, в сердце и напротив, то есть, как крест, понимаете? Вот так, ну, как себя чувствуешь? Кто ли это молодой зовет? И тот друг, что не дошел до дома, и стрекочет по ночам пулемет, прописался он в подкорке надолго. Хочу сказать, сейчас поддерживаю связь, сколько человек, наверное, 7, кто были в госпитале, именно в мое, хирург, это самая, Пряхин Виктор Федорович, Чигарин Валерий Николаевич, вот, здесь у нас, в Самаре живет, вот, медсестры, вот, поздравления, все там, с Днем Пенсионера, и там всем присылают, ну, приходится отвечать, из хирургического отделения, из стоматологического, ну, а стоматолог у нас был начальник отделения, в смысле, стоматолог, и у него медсестра, все, ну, лечить надо было, все, вот, даже и таких больных, я уже не говорю про терапевтические, там, ну, мало, желудок или что, вот, так что и приходилось работать, там получил орден за службу Родине, вот, вот, правда, этот орден меня нашел через 19 лет и 2 дня, но нашел. Ты жди меня, ты жди меня, жди меня, жди. Что я приобрел для себя? Ну, во-первых, что есть чувство коллективизма, самое главное, что нужно людям помогать, тебе будут помогать, вот. А что еще? Ну, постоянно, как вспоминаешь, я говорю, вот я сегодня, вы сказали, это самое, я волновался, как-то, все в голове перевернулось, как перекручивалось, вот, что, как, чего и почему. И так почти постоянно, идешь на мероприятия, а вот так еще, с кем-то еще беседуешь, вот. Есть у тебя ребята, которые служили рядом, там, вот, в Чарикаре у меня сосед служил там. Так что, вот так. Я не знаю, как другие оценивают это дело. Война, вход в Афганистан наш был нужен. Почему? Если бы мы не вошли туда, то, вот, что сейчас творится там на границе, ИГИ вот этот вот, что сейчас они там на Таджикистан, все, это было бы еще в те годы. Понимаете? А так мы предотвратили своим присутствием вот это дело. Вот я так считаю. А остальное, ну как, враг есть враг. Не забыть нам Афган, Чарикар, Файзабад и Хост. Не забыть Кандагар, Ох, да смертушки, да по ГОСТу. Не забыть, но и не вернуть Этих лет опаленных зноем. Остается лишь помянуть Третьим тостом Подичи. Стой! Файзабад. Первая. 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 Ваше. Первую. Редактор субтитров А.Семкин